серую машину я не хотела забирать потому что там были проблемы с тормозами что это я буду покупать машину которые уже какие-то проблемы были и в тот день когда они мне позвонили что она готова я у них нашла новую машину на лоте эту она мне очень понравилась и я поехала туда сказала что я ее хочу подписала все документы но не заплатила депозит потому что надо было исправить там царапины какие-то были чтобы они ее подкрасили ну не подкрасили а популировали вот и они мне сказали что у них была назначена встреча на этот день когда я там была на 6 часов а я там была в 4 когда я уезжала сказала ну позвоните тем и скажите что машина продана а когда я забирала и сегодня они мне сказали что те которым мы позвонили которые должны были приехать были просто в ярости что машину продали они сказали у нас такое правило кто пришел первый тот и купил знаете как это кто встал первый того и тапки вот у них такое такое правило и поэтому эта машина досталась мне я очень этому рада смотрите пожалуйста и скажите мне как вам нравится моя новая машинка ну вот это моя новая машина серую я не взяла а это красавица называется она один уровень выше рафор xl и все четыре колеса ведущие вот она юзаная конечно вот она вот такого красивого цвета обалденного называется черная смородина она мне очень нравится я им дала две недели они полировали тут чистили все с ней делали так у нее металлические вот эти римс я не знаю по-русски как они называются вот эти они металлические и колеса шины michelin вот а в той были какие-то непонятные йоха муха какой-то фирма непонятный и были власть пластмассовые римс вот эти были пластмассовые так что вот это вот моя новая машинка я сейчас жду когда мне принесут коврики они хотели ее отдать без ковриков а это со мной не пройдет короче сейчас я жду что они скажут вот я очень обалденный цвет хорошая машинка на ней 27000 майлов миль всего так что и был один хозяин только они и взяли в рент съездили в отпуск и вернули то есть три недели всего они удержали ну все я дала депозит чек на 3000 долларов вот и я уже даже получила свои эти коврики которые они мне хотели давать они из другой машины вытащили и дали мне вот и еще они мне дали вот такую штучку она как резиновая очень мягенькая такая хорошая и очень удобно все протирать вот и что еще а они мне еще дали такую сейчас я вам покажу багажник кладется вот такая штука которая можно убрать или прикрывать вот так вот раз упугал меня вот она вот так вот вытягивается закрывает весь беспорядок который меня обычно багажнике бывает вот так так что я я уже все сажусь в машинку свою новенькую и еду домой вот еще у нее вот у этого не было вот такая вот как она называется для стекла чистить стекло дождя ветровик вот и еще на этой модели есть эти вот такие вот здесь значки эти мигалки а на той модели не было вон то модель была совсем простая как будто бы табуретка с рулем но в принципе ничего плохого конечно сейчас я проверю так все огни горят все как все работает и поеду домой добрый час так что можете меня поздравлять вот я в своей новой машинке вот и очень мне нравится я очень довольна и как говорил мой муж если тебе что-то нравится купи и забудь сколько ты воплотила вот но я ее в разручку взяла поэтому это не так страшно будет вот так всего вам хорошего . этой машине не полагалось но у меня осталась сеточка от моего lexus который разбился в 2016 году вот поэтому она у меня есть и я туда положила вот крокодилы которые себя совы вожу хотя и новый аккумулятор и вот эти подголовники задних сидений я попросила снять для лучшего обзора я ими в принципе не пользуюсь никого не вожу пока а надо будет так приставлю вот и еще что а еще что я держу всегда вот такие вот такие резинки с крючками я не знаю на что они могут пригодиться что-то приделать там багажник ведь есть наверху такой чтобы можно было он с рельсами видите какие с рельсами и то есть мало ли что нужно пускай будет мне дома это точно не надо вот и веревка вот это вот я держу всегда в багажнике это уже старая конечно еще функционирует вот и еще про что я забыла рассказать про что здесь есть санруф и вот здесь еще есть вот такая штучка вот свет в багажнике тоже очень здорово меня этого не было это было автоматически когда поднимала тогда это самое поднимала крышку багажников в обычном в машине и тогда она включался свет вот а вот это вот я не знаю что это такое я забыла спросить но спрошу и вот это что такое тоже не знаю ну ладно разберусь так сейчас покажу вам еще эту санруф открывается руками стекло здесь две кнопки есть одно двигается а вот я забыла сказать еще что здесь вот такое включение дверь открыто у меня и забыла сказать что здесь нет ключа у меня нет это вот такая вот кнопочка так теперь вот для свет горит конечно когда дверь открыта вот и здесь одна кнопка вот так двигается и обратно а другая кнопка просто так приоткрывается там щелка вот вот такая вот машинка я очень довольна и дай бог буду ездить на ней долго без всяких приключений и проблем вот я поставила такую держалку для телефона купила на амазоне за 15 долларов фирма какая здесь фирма называется ари конно мне очень нравится она вот вот так вот увеличивается размер держалки этой и мне нравится что она держит телефон в горизонтальном положении это то что я хотела там такой выбор что очень трудно было выбрать но я выбрала это и мне нравится она вот на такой присоски дай бог чтобы она работала хорошо и не отвалилась вот все наверное моей машинки машина 2018 года со всеми выплатами за титульный лист за информацию за обработку документов мне она обошлась двадцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят долларов с раз срочкой на пять лет я очень довольна и очень она мне нравится эта машина всего вам хорошего спасибо что зашли жду ваши комментарии